МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Слоганов импортозамещения – это тренд. И так далее, и так далее, и так далее. Путин снова всех переиграл. Получилось хуже некуда. Рубль продолжает сдавать позиции. Блестяще справился с задачей. Неожиданно, правда? Никто не понимает, что толком произошло. Пережили худшее начало года за 20 лет. Готовы вы терпеть или нет? Да, готовы. А что с нефтью на мировом рынке? Эксперты уже подметили, что она стоит практически в два раза дешевле молока. А вот российского рынка это почти никого не коснулось. Нефтяные компании у нас могут работать и при цене в 10 долларов за баррель. Нефть продается за доллары, бюджет наполняется рублями. Значит, в стране в целом чем рубль дешевле, тем выгоднее. На этой неделе ученые нашли у нас ген счастья. Рубль является самой сильной валютой в мире. Так интересно совпало, да. Все чудесатие и чудесатие. Эта страна терпила. Вставай! Страна огромная! Чего ждать? Россия. Все. Неожиданно, правда. Смотрите сегодня в программе. Антифашизм сотого уровня. Герой русской весны открыто предложил убивать украинцев. Для того, чтобы соединить русский народ, собрать заново и усилить Россию, Украину и украинцев необходимо уничтожить. Ура, патриоты! В восторге! Даже если у нас не хватит собственных сил, а они у нас достаточно большие силы, нам помогут. Не было бы счастья до платежки у хохлов. Россия замерла в ожидании холодомора в Украине. Похоже, что скоро в Киеве презентуют новый гимн. Чене вмерзла Украина. И почему Москву страшно заботят тарифы в Киеве? В новый отопительный сезон Украина вступила с новыми коммунальными тарифами. Суммы в платежках зашкаливают. Фейковые диверсанты и настоящий страх. ФСБ задержало в Севастополе диверсионно-террористическую группу Минобороны Украины, готовившую диверсии. Кому выгоден разгон о смертниках из Украины? При захвате у членов группы нашли большое количество взрывчатки, оружия и боеприпасы. И очередное дно ряженого генерала. Наслед диверсантов, причастных к теракту, в котором погиб легендарный комбат Моторола, напали. Как Санька Захарченков убийц Моторолы нашел? Я могу прочитать специально, взял листочек, которые непосредственно давали приказы и участвовали в проведении разработки этой операции. Это антизомби. Территория без пропаганды. Войска фашистской хунты напали на нашу молодую страну. Они хотели силой заставить нас забыть русский язык, выгнать нас с нашей земли. Война продолжается до сих пор. Эту чудесную историю мы вспомнили в контексте вечных песен о том, что война в Украине гражданская. А матушка Россия совсем ни при чем. Лишь в сторонке стоит, да гречку иногда отправляет. Происходящее на Украине ничто иное, как гражданская война. Сейчас подобные посылы из-за поребрика веселят даже самих строителей русского мира. Абсолютно любому здесь понятно, что сами по себе мы без помощи России и недели против ВСУ не продержимся. Да что там! Сам царь-батюшка, порой приняв сыворотку правды, неосмотрительно выдает вот такой. А когда мы вынуждены, я хочу подчеркнуть, вынуждены были защищать и русскоязычное население в Донбассе. В итоге при таком нестандартном подходе к делу получается чисто девочковая история из рубрики «люблю-не люблю». Где всего за неделю гражданская война вдруг перестает быть гражданской. Наша военная Российская Федерация делает все для того, чтобы максимально оказать сегодня помощь Новороссии. А потом снова становится гражданской, но при этом российские суды почему-то выносят приговоры украинским военным. Предъявили заучное обвинение еще четырем командирам украинской армии. Все они причастны к обстрелам мирных граждан в Донбассе. Об этом сообщили в Следственном комитете России. Зачем они это делают, в принципе, понятно. Условные Ваньки да Степки из Тамбова подсажены на сериальчик о злой фашистовующей хунте. А в какой форме это будет преподноситься, не особо важно. Нам уже известны имена командиров Вооруженных сил Украины, которые отдавали приказы на уничтожение гражданского населения. Но есть у нас подозрение, что ребятушки из Следственного комитета РФ в попытке глубокого прогиба нечаянно и ящик Пандоры могут бедрышком приоткрыть. Представьте себе, что начнется, если завтра Следственный комитет даже не в Украине, а, к примеру, в Германии или в Нидерландах захочет вынести точно такие же приговоры, ну, скажем, по Первой Чеченской войне. Для тех, кому нужно освежить память, смотрите, это Грозный, Шалия, Хасавьюр. Эти и другие города Чечни, где проживали граждане России, естественно, с российскими паспортами, без тени сомнений и жалости, на протяжении нескольких лет подвергались ковровым бомбардировкам. Люди, дети, да плевать! Авиация, тяжелая артиллерия, системы залпового огня. Это вам не Донецк, где полгорода по кафе и ресторанам сидят, да в аквапарке катаются. Вот так проводит АТО для своих граждан одна духовная страна. Но для Следственного комитета РФ запрещенных методов войны вот здесь не видно. И это мы еще сестричку Сирию с кассетными бомбами не вспоминали. А укропы, вот да, звери и фашисты. Власти начали в Донецкой области не антитеррористическую операцию, а войну против собственного народа. Мы подозреваем, что при таком творческом подходе к делу зрители федеральных каналов уже и сами скоро запутаются. Так гражданская война в Украине или нет? Следственный комитет по уши в делах Украины, а Путин уверяет, что Россия в сторонке стоит. Это не наше дело, это внутреннее дело самой Украины. При этом, по удивительному совпадению, на официальном сайте Саньки Захарченко в разделе «Контакты» российские номера. Вы удивлены? Мы нет. О том, что российская армия на Донбассе была и есть, говорят не только боевые недоросы. Если бы не Россия, и этого клочка бы не было в наших руках. Уж поверьте, кому, как ни мне, что-то об этом знать. Ну и, например, бояре Святой Луганды. Вот вы послушайте о тонких моментах от товарища министра. Когда у нас были самые сложные времена, мы очень быстро получили поддержку наших братьев, которые здесь находятся недалеко от нас. А самые свежие законы Госдумы России регулируют права вежливых отпускников. И, казалось бы, при чем здесь Украина, да? Госдума одобрила законопроект о краткосрочных контрактах военных для участия в операциях за рубежом. Вот скажите на милость, что при всем этом ура-патриоту думать? Голова закипает. А потому исключительно ради лучшего проглатывания лапши с методичек кремлевским пропагандистам надо большими красными буквами писать внизу экрана что-то вроде этого. Это страна, которая сегодня погружается в хаос, которая находится в гражданской войне. Естественно, совершенно верно, это гражданская война. О, видала, Машка, все-таки гражданская у хохлов. Рубят друг друга в капусту. Хорошо, хоть Россия не участвует. Но тут царь в телевизоре появляется и даже не ниточку, а целый канат сомнений тянет. Вынуждены, я хочу подчеркнуть, вынуждены были защищать и русскоязычное население в Донбассе. Вынуждены защищать русскоязычное население. Что бы это значило? Может, ребус какой? Ну, нет же никакой российской армии на Донбассе. Это укропы все врут? Говорю вам прямо и определенно. Российских войск на Украине нет. 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 Полные сомнения Иванька из магнитки лезет в интернет. И правда, царь знает, зачем так говорить. Многоходовочка эта. Я вот лучше рубликам русскому миру помогу. Но и здесь уже без Путина зрада подкрадывается незаметно. Я сам большой патриот ДНР и наших вооруженных сил, но надо здраво рассуждать. Абсолютно любому здесь понятно, что сами по себе мы без помощи России и недели против ВСУ не продержимся. Александр Жучковский. В смысле, и неделю бы не продержались? Это точно тот самый Жучковский? Может, его Ярош проклятый взломал? Да нет. Вроде тот. Мы воюем с украинцами. Нехорошие украинцы против плохих украинцев. А русские против украинцев. Точка. И рука уже сама тянется к припрятанной чекушке. Евпатий, Калавратий, да что же это такое творится? Украина, украинский народ, украинский язык специально, сознательно и целенаправленно создавались геополитическими противниками России для того, чтобы располоть русский народ, ослабить и расшеленить Россию. Мы почему-то уверены, что вот такие откровения видного строителя русского мира должны озадачить не только условного Ваньку из магнитки. Это нужно слышать всем. Ну, хотя бы просто для того, чтобы не было сомнений, кто находится по ту сторону баррикад. Для того, чтобы соединить русский народ, собрать заново и усилить Россию, Украину и украинцев необходимо уничтожить. Украину и украинцев необходимо уничтожить. Звезда русской весны с георгиевской лентой до ушей прямо и открыто призывает уничтожать украинцев. Даже не армию или там батальоны, а украинцев. Всех. И при чем здесь фашизм? Чем раньше мы начнем это делать, тем меньше украинцев появится и тем больше количество русских сохранит свою идентичность и свою жизнь. Полагаем, что такому идейному антифашисту надо обязательно дать слово на следующем параде побед. Да что там! Можно даже рядом с царем посадить. Тем более, что Следственный комитет России в этом случае, похоже, к герою претензий не имеет. Да и какие могут быть претензии, когда государство само растит даже не тысячи, а миллионы упоротых жучковских? Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. На самом деле история старая, но весьма показательная. Россиянам показывают слезливую историю якобы из школы Донбасса. Войска фашистской хунты напали на нашу молодую страну. Они хотели силой заставить нас забыть русский язык, выгнать нас с нашей земли. А на партах разложены цветы, вероятно, в память об убитых учениках. Они хотели отдать на растерзание наш красивый и богатый край американским и европейским корпорациям. А учитель толкает красивые слова о чести и патриотизме. Эта книга о мужестве расскажет нам о героях нашего времени, смело отдавших жизнь за нас с вами, чтобы мы могли учиться и жить в своей стране. Камера наезжает на лица детей, которые, кажется, вот-вот заплачут. Это смотрит целая страна. И благородная ненависть накрывает даже самых миролюбивых людей. Война продолжается до сих пор. Но что если им сказать, что такой школы в Донецке нет и никогда не было? И все, включая цветы на партах, это постановка. Ролик снимали в российском Арзамасе, и это легко доказать. Вот вход в школу на видеоролике. А это десятая школа в том самом российском Арзамасе. Отличия, видите, мы нет. Нет, еще со времен распятого мальчика и убитой девочки на Петровке было понятно, что спекуляции на жизнях детей для них нормально. Но вот вопрос знатокам. Зачем так лихо сеять ненависть, если война в Украине вроде как гражданская? Происходящее на Украине не что иное, как гражданская война. Все это очень напоминает мужика, который во время пожара показательно бегает с ведрами перед камерами, а потом тихонечко подливает бензин в горящую хату соседа. И, кстати, если что, то он совсем ни при чем. Горящая хата – это внутренние проблемы соседа. Смотрите далее в программе. Фейковые диверсанты и настоящий страх. ФСБ задержало в Севастополе диверсионно-террористическую группу Минобороны Украины, готовившую диверсии. Кому выгоден разгон о смертниках из Украины? При захвате у членов группы нашли большое количество взрывчатки, оружия и боеприпасы. Это антизомби. Территория без пропаганды. Начнем со срочной новости. ФСБ задержало в Севастополе диверсионно-террористическую группу Минобороны Украины, готовившую диверсии на военных и инфраструктурных объектах Крыма. Изначально мы хотели сделать этот сюжет легким и смешным. Ну, хотя бы потому, что громкие фразы вроде этих... Реакция официального Киева сюрпризов не принесла. Задержаний нет, шпионов нет, русские врут всему миру. В сочетании с последующим позорным разоблачением это всегда забавно. Но не зря же говорят, что чем выше задран нос, тем приятнее по нему щелкать. Задержанных украинских диверсантов около полудня доставили в Ленинский район и суд Севастополя для избрания меры пресечения. Процесс проходил в закрытом режиме, журналистов в зал не пустили. История с очередными пойманными укродиверсантами на федеральных каналах раскручивалась с небывалым пионерским задором. В вечерних новостях корреспонденты в экстазе заплевывали микрофоны от негодования. При захвате у членов группы нашли большое количество взрывчатки, оружия и боеприпасы. Известно, что внутри Крыма у диверсантов были информаторы и на них тоже вышли. А зрителю экранов медленно, но уверенно вжимались в диваны. Шутка ли? Ведь если война в Украине для большинства россиян это как футбол, где можно вечерком за своих поболеть, то история об украфашистах-диверсантах, которые уже не где-то там далеко, а чуть ли не в соседнем автобусе, да еще и с бимбой. Мы должны сорвать планы превращения украинских граждан, вот этих шахидов, живые бомбы, которые будут взрывать наши автобусы, наше метро и так далее. Заставляли, если не трепетать, то точно напрягаться. Причем, чтобы все понимали уровень. За каких-то пару недель посыл хохлы приехали вас убивать от явно нездорового мужичка с фамилией на М. Будут взрывать наши автобусы, наше метро и так далее. Добрался до Первого канала. Арестованные в Крыму диверсанты признались, что являются кадровыми военнослужащими Главного управления разведки Минобороны Украины. А для рядового жителя условной Ухты Первый канал это вообще как Путин. То есть врать не может никогда и ни при каких обстоятельствах. Целью украинских диверсантов на полуострове был ряд важнейших инфраструктурных объектов, в том числе Черноморского флота и даже общественный транспорт. Ну ёшки-матрёшки, украегиловцы прокляты. Сегодня кораблик с людьми в Севастополе, а завтра наш с тобой Машка третий трамвай в Челябе подорвут. Нас собираются бить, взрывать российские метро и автобусы в наши города. И стоит ли говорить, что для публики, которая чуть больше, чем за два года, перепрошилась до вот такого состояния. Проект Украина задумывался как антироссия, то есть против всего русского, против России. Ну, Бандеров-то это всё ясно. И у Наумсо это вообще. У крупы они ведут себя как фашисты. Девочки в пейсю маленькой. Выкачали баллон монтажной пены. Вот для них весь этот бред выглядит вполне себе логично. Хохлы же они спят и видят, как бы побольше невинной кровушки пустить. Ой, ну как пить дать будут супостаты на мирных людей охотиться. Их застребляли евреев. Да, будет истребление русских. Такого рода обсуждения на кухне очень гармонично сочетаются с картинкой по телевизору. Какой канал не включи, везде схваченные украдиверсанты. Да не сами, а с целой корой оружия. Автоматы и пистолеты с патронами, средства наблюдения, вот бинокль военного образца и камуфляжная форма. Рядом погоны полковника украинской армии. Ну что, хохлы, попробуйте теперь отвертеться. Медведев уже Трампу ВКонтакте эти фотки отправил. Ну и для Гааги в отдельную папку пойдут. И глядя на все это, одна мысль не дает покоя. Вот на кого все это рассчитано? У задержанных обнаружили подробные карты и схемы военных и гражданских объектов, а также мощные взрывные устройства. Для начала, просто минутка логики. Представьте себе, вы действительно диверсант, завербованный коварными бендеровцами. Ваша задача – что-то там подорвать на территории, где сотрудники ФСБ сидят, если не за каждым кустом, то через один куст так точно. Вполне логично, что с таким сложным заданием диверсант будет стараться справиться, не привлекая к себе внимания. Фильтровать сообщения, звонки, избавляться от компромата. Ну так ведь? В ходе спецоперации в квартире задержанного был изъят внушительный арсенал. Ну а теперь привет логике от бравых ребятушек из ФСБ. Просто посмотрите, что нашли в квартире у якобы диверсантов. Видали? Украинский флаг. Какие еще доказательства нужны? Чтобы никто не подумал, что ты диверсант, флаг – это вот самая необходимая вещь. В одной руке флаг, пакет с бомбой в зубах держит, потому как в другой руке зажата булава. Вы будете смеяться, но она там тоже есть. Ну шо, Микола, будем москалю пидрыват? Да можно? О, тики, я булаву в дом озову. О, нету, див же завтра. Ну где-то так они, наверное, это себе представляли. Хотя представляли, очевидно, не совсем удачное слово. Ну известно, что украинские диверсанты, они всегда возят с собой булаву, визитку Ярышу вдруг понадобится позвонить, флаг озова и обязательно украинский флаг. Это просто, ну, однозначно. Их просто без этого знаряда не выпускают на диверсию. Может, конечно, осеннее обострение или дело к зиме идет, а витамины импортозамещенные не помогают, но кризис жанра за поревриком явно налицо. В квартире у задержанного украинский флаг, герб и визитка с телефоном Дмитрия Ярыша, руководителя запрещенного в России правого сектора. С одной стороны, понятно, что любой украдиверсант держит в одном кармане визитку Ярыша, а в другом карамельку от Рошена. Но с другой, скажем прямо, как-то не бодрит. А почему не визитка Клинтон? Где методички на арабском с печатью ИГИЛ? Просто визитка Ярыша это настолько в лоб, что неинтересно даже. Чего не скажешь про объявление на фоне. Работа для евреев и украинский номер телефона. Вот же, вот же, вот оно, ммм, чувствуется душок фашистующей хунты. Да еще и номер, гляньте, а, как сколько шестерочек, а? Ждем на РЕН-ТВ вот такого заголовка. Диверсанты-сатанисты планировали взорвать храмы в Крыму. Кстати, православных младенцев диверсанты, очевидно, уплетали вот из этой тарелочки. Тут даже номер военной части указан. Тут, согласитесь, это сильно. Вот все настоящие диверсанты обязательно держат дома такого рода вещи. Причем, не, не только тарелочку, но и шевроны. Маскировка сотого уровня. Ты заходишь в квартиру, понимаешь, чисто. Пьяных лиц нету, кошачьей мочой не воняет. Значит, трезвые лица. Подозрение серьезное. Дальше спрашиваем, где библиотека, ищем Томик Шевченко. Если Томик Шевченко есть, всех забираем в кутузку. А если булава и украинский флаг? Статья как лявый пионер. Посмотрев видео, несколько раз у нас даже закралось подозрение, что капитан очевидность – это кадровый сотрудник ФСБ. Чтоб прокатиться сразу на всех шаблонах, оставалось только нарядить мужиков в шаровары, а в холодильнике найти шмацало. Впрочем, большинство россиян поверило бы даже и при таком раскладе. Тем более, что уж тут на шуточки переходить, когда гора оружия в кадре. Взрывчатка, оружие, боеприпасы, средства связи и карты схемы частей и зданий. Пистолеты, автоматы, спецсвязь – ну вот все для убийства русских приготовили. Но пока в Москве пафосно надували щеки, фейк с оружием разоблачили вот вообще все, кому не лень. Страйкбольное оружие украинских диверсантов или очередное шоу ФСБ РФ. Ровно все, что было показано в оперативной съемке ФСБ – это не боевое оружие. Вот автомат-вихарь из домашнего схрона диверсантов. А вот он же в интернет-магазине для любителей страйкбола. Пистолеты с баллонами для газа. И, собственно, газ для заправки игрового оружия. Здесь и возникает главный вопрос – зачем они все это делают? Смысл показывать людям целую гору игрового оружия? Ответ на самом деле на поверхности. Россиянам упорно вкладывают в голову мысль – украинцы – это террористы. И они собрались убивать вас у вас же дома. В августе этого года в Крыму неподалеку от границы с Украиной были содержаны участники сразу нескольких диверсионных групп, куда также входили украинские военные разведчики. Можно до посинения кричать «Вы все врете», но зачем тогда, который месяц подряд, тратить силы на подобные бездарные представления? От нечего делать? Да и что должны думать простые люди, когда каждый день слышат вот такое? И мы должны здесь жесткий давать ответ и не допустить превращения тысяч украинских граждан в шахидов, которые будут взрывать российские метро. Просто, чтобы вы понимали уровень. Это подборка новостей одного из федеральных каналов всего за один день. Суд арестовал украинских диверсантов, планировавших теракт в Севастополе. После задержания украинских диверсантов в РФ в Киеве не знают, как показать Трампу свое миролюбие. ФСБ нашла у украинских диверсантов визитку Яроша. Пропагандисты берут, если не качеством, то количеством точно. Но методы не важны. Главное, что схемка работает. Задержанных трое все граждане Украины. Все граждане Украины. Украины. Уточнили представители спецслужб. А когда ненависть и страх дойдут до нужной кондиции, варианты могут быть самые разные. В лучшем случае страх – это ширмочка для прикрытия дыр в экономике. Ведь давно известно, что пока диверсанты зверствуют, можно и просто хлебушек без маслица поесть. Если раньше их соблазняли вот этой вот некой морковкой, что там в России высокие пенсии и зарплату у бюджетников, то теперь морковка закончилась, и теперь в ход пошла палка. Только на палке изображены украинские герби, говорят, что вот если не мы, то они вас как вдарят этой палкой. Поэтому вы бегите вперед. Второй вариант не такой радужный, но опять-таки из рубрики «Все это мы где-то видели». Людей доводят до истерики. Ненависть окончательно отключает мозг. Тут-то и появляются те самые герои из ФСБ, которые где-то и что-то реально взрывают. Да-да, взрывают у себя, в России, как это ни разу же было. И кто потом выходит на передний план, Путин, Лавров, Шойгу или все вместе, вообще не важно. Но посыл может быть примерно таким. Конфликт в Украине вышел за границы Украины, гибнут российские граждане, мы вынуждены действовать. Киев приближает тот день, когда российские спецслужбы получат особые полномочия на территории Украины. А раз на отечество якобы напали, отвечать можно и армии, и чем хочешь. И главное, народ поддержит. Не зря же они 150 сюжетов о диверсантах-взрывателях посмотрели. И не думайте, что это просто украстрашилки. Почитайте, вот, духовную прессу. Украина для себя, к сожалению, не хочет дать отчет, что каждая подобная акция приближает для них срок ввода особых полномочий силовым структурам Российской Федерации. Как все будет дальше, покажет время. Но мы почему-то уверены, что очень скоро они покажут украдиверсантов со взрывчаткой, пойманных, например, в детском садике или храме московского патриархата. Ведь, как и в любом шоу, напряжение должно идти по нарастающим. Осталось понять, какой финал прописан в этом шоу. Смотрите далее в программе. Не было бы счастья до платежки у хохлов. Россия замерла в ожидании холодомора в Украине. Похоже, что скоро в Киеве презентуют новый гимн. Щене вмерзла Украина. И почему Москву страшно заботят тарифы в Киеве? В новый отопительный сезон Украина вступила с новыми коммунальными тарифами. Суммы в платежках зашкаливы. Это антизомби. Территория без пропаганды. Вас уничтожать надо. Ваш Киев и ваших правителей. Суд должен быть. Мы обязательно в Киев придем и повесим вас всех. Мы повесим вас всех. Бывают такие недели, когда смотришь новости, а там столько негатива. Что во время просмотра хочется либо в телевизор чем-то тяжелым метнуть, либо дополнительный мешок печенек из гуздепа выписать. Благо, эта неделя была совсем не такой. И вот, честно, приятно начинать сюжет с хороших новостей. Мы всегда ратовали за то, что нельзя всех россиян грести под одну гребенку. Потому что есть, например, Андрей Макаревич, а есть Кобзон с пирамидкой. У обоих паспорта с двухглавым орлом. Но одни хотят просто мирно жить в своей стране. А другие готовы годами ходить без штанов, лишь бы по пиндосам или хохлам пальнуть ракеты. Никто не посмеет даже косо посмотреть в сторону России. Мы самая мощная военная держава. Их вполне можно делить на русских и путинских. Или русских и советских. Да, как угодно. Но с какой стороны, как ни посмотри, а между этими людьми целая пропасть. Рождались. Не выбирают страну. И нам не оборвать эту мать. Моя страна ушла. И я не смог ее остановить. Ежедневно, смотря федеральные каналы, мы и сами были уверены, путинско-советские адекватных русских окончательно додавят. Все равно не смогу никогда я понять, как в Херсоне родни украинская власть на родном говорить запрещала. Но, как показала практика, Россия по телевизору и Россия в реальности – это не совсем одно и то же. Но если решил не быть говном и жить легко, и умирать, и жить легко, и умирать. Вот и Грэмушка Филлипс, который сначала носит шевроны боевиков, да в десна с ними целуется, а потом рассказывает о своей объективности. Самое честное дело из-за меня. Я доносу правду отсюда. Приехал в Ростов. Да заодно решил поспрашивать горожан, что они думают по конфликту в Украине. Я из Англии, приехал. Я из Англии. А можно вопрос из Англии? Я собираюсь на Донбасс. Что происходит на Донбасс? Исходя из вот таких вопросов… А кто вы считаете агрессор на Донбасс? Кто виноват? А кто вы считаете виноват, виноват на Донбасс? Предполагаемые ответы были такими. Это все Америка, это все хунта, слава Новороссии. Ну вы поняли, нужно ее подчеркнуть. Но вот же незадача, так как не старался этот почти анопка с микрофоном, ответы получались вообще не втусти. А кто вы виноват там считаете? Как же мы можем сказать… Политики не могут разобраться. Пусть люди маленькие, пусть великие разбираются. Не с той, не с той стороны. Никогда никто не узнает. Простые, адекватные ответы от подавляющего большинства опрошенных людей. Нет, они не кричали славу Украине. Некоторые просто желали украинцам мира. Вообще разницы никакой нет. Это для людей, которые там живут. Чтобы мир был. Просто хочется, чтобы было мирно. Да. Чтобы не было войны. А это действие второстепенное. Другие реально шокировали иммунитетом к вирусу киселев головного мозга. Думаю, наверное, правильнее, чтобы это была Украина. Но в то же время можно было и не сомневаться, какую истерику закатит весь уропатриотический сектор. Мы не сдержались и все-таки почитали комментарии. Ну а вдруг это актеры Львовского театра с жителями Ростова прикидывались. Мысли от прочтения примерно такие. Если ученые в Сколково научатся преобразовывать ненависть из комментариев в электроэнергию, то Крым будет со светом без всяких энергомостов. Такое ощущение, что в Ростове такие же протоукры живут, как на Вукруине. Туповатые и равнодушные ростовчане. Без обид, друзья, что вижу, то и говорю. Выстоит ли русские против путинских, покажет время. Уверен, это будет непросто. Но хотя бы потому, что на этой планете есть не так много стран, где, прямо говорят, хорошая, счастливая жизнь – это не идеология. Должны понять одно, что никогда не может быть идеологией хлеб. Как только хлеб, процветание, жратва, туалеты, комфорт становятся идеологией, страна умирает. Другое дело на Берлин пойти в Вашингтон нагнуть или хохло в жизни поучить. Вот это уже по-нашему. А те, кто просто мира соседям желает и сам хочет спокойно жить, тот либераст, русофоб и далее по списку. Очень удивили ростовчане. Похоже на укров, моя хата с краю. Но все же понимают, что именно такая недалекая публика в почете у Кремля на интеллигентишках всяких далеко не уедешь. И надо отметить, что эта симпатия у них взаимна. Ну как можно не нравиться дворовой апоте, если вся политика России строится как раз на их методах? Россия начала поставлять газ в украинский геническ. Соответствующее поручение дал Владимир Путин после того, как глава Крыма передал ему просьбу местных жителей о помощи. История с газом для геническа, пожалуй, самый яркий пример в этой теме. И мы по наивности были уверены, что после прошлогодней позорной эпопеи они вряд ли захотят снова наступать на те же грабли. Ну и сейчас срочная новость. Поставки российского газа в украинский геническ начались. Вентили на газопроводе из Крыма в украинский геническ открыты, газ идёт, объём прокачки увеличится с похолоданием. Но, как оказалось, наша песня хороша, начинай сначала. Царь приказал спасти и обогреть, холопы принялись активно имитировать работу. Вот она, широкая русская душа. На нас плюют, а мы помогаем. Умилялись бабушки у телевизоров. Надо, конечно, наладить финансовую дисциплину в отношениях с соседями, это понятно. Но, тем не менее, помочь нужно. Мы всё ждали, когда же они поведают россиянам, почему же у геническа стали возникать проблемы с теплом. Ждали, когда же расскажут об отжатых вышках и газовых хранилищах, откуда раньше и поступал газ в город. Открываем. Закладываю, газ пошёл. Но гордое молчание российской пропаганды и было лучшей иллюстрацией того самого стиля гопника. Суть очень простая. Ты силой забираешь у человека телефон, часы и плеер, а после с лицом полным святости подходишь и предлагаешь, слушай, ну ты же братуха мне, но на вот немножко плеер послушай. Топливо, по словам Аксёнова, генического могут дать до полумиллиона кубов. И совершенно не в ущерб Крыму. Просто посмотрите российские новости. Они, может быть, даже вполне искренне уверены, что в ответ им должны сказать спасибо. В жилых домах небольшого украинского города, в Херсонской области, наконец, тепло. Что тут скажешь? Для дворового гопника, который предлагает тебе немного попользоваться твоей же вещью, это действительно поступок. Впрочем, такая примитивная тактика с той стороны пока что дает результат. Пока вся страна обсуждает украинский геническ, в самой России спокойно и без истерик замерзают тысячи людей. Жители Дубков замерзают из-за плохого отопления. В Верхнем Уфале замерзает 6,5 тысяч жителей. На улице мороза батареи холодные. Севастопольцы замерзают в новых квартирах из-за отсутствия газа и горячей воды. Почему бы для начала не согреть своих? Это же логично. Ответ очень прост. На своих пиара не получится. Похоже, что скоро в Киеве презентуют новый гимн. Чи не вмерзла Украина. Вот чисто ради спортивного интереса хотелось бы глянуть, как замерзающие регионы России смотрят новости об отопительном сезоне в Украине. Нет, конечно, от фразы «Зато хохлы тоже мерзнут на пару секунд, становится теплее». Но, а в остальное время как? Если прогнозы синоптиков сбудутся, эта зима станет тяжелым испытанием для простых украинцев. Впрочем, уже на эти выходные в Киев придет похолодание до минус двух воскресеньев. Впрочем, судя по федеральным каналам, самая ходовая грелка для настоящего патриота – это украинская платежка. В новый отопительный сезон Украина вступила с новыми коммунальными тарифами. Суммы в платежках зашкаливают. Украинских платежек в их новостях такое количество, что мы ненароком подумали, как бы в России не изобрели новый вид оргазма. Ну а чё, увидел платежечку укропов и улетел на пару минут. Если что, мы готовы подписать долгосрочный контракт с секс-шопами России. Того глядит часть коммуналки отобьем. Ну а если серьезно, никто и не сомневался, что настоящий ура-патриот не только без качественной еды, но и без отопления потерпит. А если по телевизору скажут, что чугуна на танк не хватает, то вообще батареи срежет. Родины не жалко. Эх, вот добьем либерастов и заживем. Смотрите далее в программе. И очередное дно ряженого генерала. Наслед диверсантов, причастных к теракту, в котором погиб легендарный комбат Моторола, напали. Как Санька Захарченков убийц Моторолы нашел. Я могу сейчас прочитать специально взял листочек, которые непосредственно отдавали приказы и участвовали в проведении разработки этой операции. Это антизомби. Территория без пропаганды. Этой новости мы ожидали особо. Наконец-то в субботу она пришла. Наслед диверсантов, причастных к теракту, в котором погиб легендарный комбат Моторола, напали. Киселев имитировал великую победу. Участники особого подразделения украинских нациков арестованы. Санек Захарченко с лицом, как минимум, доктора Ватсона, важно зачитывал с бумажки фамилии. Я могу сейчас прочитать специально взял листочек, которые непосредственно давали приказы и участвовали в проведении разработки этой операции. А самые доверчивые зрители хлопали в ладоши. Шутка ли? Спустя месяц ищейки из МГБ поймали злостных диверсантов. Ну, это тех, которые доказали, что взрываться могут самые разные модели телефонов. Купите себе седьмой Самсунг, он красиво горит. Ну, он как Моторола, он, понимаете, взрывается. Картина получалась примерно такой. Укропы завалили звездного позера. Завалили, особо не напрягаясь. А организовали спецоперацию работники СБУ, причем даже не киевские, а из Донецкой области. Виталий Маликов. Купирует диверсионно-атаристическую деятельность на Донбассе. Начальник у СБУ в Донецкой области Акуть. А исполнителями так вообще оказалась недавняя шкалота. Вот просто посмотрите на этого типа диверсанта. Я приехал в город Киев, вступил в батальон Азов на базу АТЭК. Промаршировав в Киеве месяцок-другой, худо-бедно научившись собирать автомат. После чего мне дали задание приехать в город Донецк, вступить в ячейку Мизотропин Дивижн. Вот этот Джеймс Бонд с друзьями пробрался в один из самых охраняемых домов Донецка. Установил взрывчатку, вел наружное наблюдение и сумел вместе с братвой спокойно выйти из оцепленного центра города. Но вы поняли, организовал все так, что ФСБ нервно курит. Так это пацан всего пару месяцев учился. А представлять, если б год, можно было бы и хозяина Кремля в плен брать. Причем особо не напрягаясь. Для полноты картины надо добавить, что подростки, якобы завалившие Моторолку, мало того, что видео постили. На следующий день после гибели Моторолы в сети интернет появился вот этот видеоролик. Трое молодых людей в масках и с оружием утверждали, что это именно они убили комбата Моторолу. Так еще и месяц всем составом сидели в Донецке. Согласитесь, это же так логично. Все диверсанты после громких преступлений поступают именно так. Сороки принесли на хвост тем, что некоторые сотрудники украинских спецслужб хохотали до упаду. И вот актуальный вопрос. Каково оно всей душой скорбить по товарищу, а потом показательно отыгрывать методичку, отлично зная, что это не более чем показуха? А, Сань? Мне понятно, что отработанный брат который в популярном новороссском клипе почему-то горит в огне, вряд ли будет являться Захару ночами. Но чисто по-пацански, так смачно плюнуть на могилу друга, это надо уметь. Причем показная секретности и вот такие заезды. Имена задержанных называть нельзя, запрещено даже показывать лица, их личности пока тайна следствия. Это все исключительно от бессилия. Если поймали, то в чем проблема показать всех-то с именами? А мы вам скажем почему. Ходилка с Мизантропик Дивижн, это палка, которой можно больно ударить себя же полгу. Донецких ультрас на самом деле не так много, и МГБшники могли закопаться по полной. Эрнаст Попов, единственный из задержанных, имя которого уже можно называть. Житель Донецка футбольный ультрас после начала войны на Юго-Востоке уехал в Киев. А теперь инсайдинг с бульвара Шевченко-26. Когда следствие, мягко говоря, зашло в тупик, а сверху давили, решено было повесить мертвое дело на оставшихся в городе ультрас. Благо, база была слита еще в 2014 году. Донецкий ультрас. Нас ищет полгорода, забирают всех, кто хоть раз привлекался. Кто-то слил в интернет информацию практически обо всех, кто там был. Это фото более 40 человек. Их адреса, места работы, сведения о родственниках. Все преступления этих злостных диверсантов ограничивались стикерами, да проукраинскими фотографиями. Кстати, сейчас МГБшники активно работают над личными страничками ребят, а мы все скриним и ждем как минимум ерзающего Эдичку со свежими сенсациями. Чему учит нас эта книга? Если вы остались на оккупированных территориях, не стоит геройствовать даже по мелочам. Трафик контролируется на 100%. И за вот такое фото они, конечно, не придут домой сразу. Но когда отработает, например, капрал Сластика, то вы тут же превратитесь, ну скажем, в сверхсекретного бойца батальона Азов. Этой новости мы ожидали особо. Наконец-то в субботу она пришла. И это не красного словца ради. Людям нужно кормить семьи, получать зарплату. И ни для кого не секрет, что на местах в Бирляндии второлиговые лузеры. Они, может, и хотят, но не могут. И это не только МГБ касается. Вот, например, популярный сайт Анна Ньюс настолько ненавидит карателей, что бодяжит статьи, тупо переводя новости пресс-службы Азова. Военную школу имени полковника Евгения Коновальца посетил военный атташе Румынии. Тренировочную базу террористической группировки Азов посетил военный атташе Румынии. Он сравнил систему обучения сержантов полка Азов с системами подобного типа. Сравнил систему обучения украинских нацистов с системами подобного типа. Ну а что? Заменил боец на фашисты? Дело в шляпе? Но даже с такими залетами на фоне вот этих зайцев Анна Ньюс отдыхает. Вот эту чудесную кампанию с офиса по улице Артема разоблачали уже 150 раз. Поскольку пачкаться Азахарченко да Басурина западные журналисты не хотят, недоросы решили за умеренные деньги организовать своих типа западных журналистов. Главный редактор Дунай, информагентство Дунай, Кристельнян, представитель пресс-центра Дунай. Витторио Никола Ранджелони, Дунай Ньюс. Они задавали вопросы Саньку. Они тем же составом ездили в Зайцево и ходили вместе на выборы. Но вот выходит свежий фильмец, и чтоб вы думали, да, на манеже все те же. Сколько раз Кристель была на передовой в Зайцево? Сколько раз ты был на передовой в Зайцево? Я думаю, что это примерно 10 раз. Раз 10 точно. Да вот же ж они, наши независимые западные журналисты. Ну честное слово, хоть бы парики им цепляли, или усы клеили. А так получается что-то из серии «А давай ты меня спросишь, а я тебя спрошу, а потом мы уже вместе в УНИВО спросим». Я сам журналист, но я шокирован, так как это вот часть современной нынешней истории. Смотреть этот фарс без улыбки просто невозможно. Там уже и аэропорт хохлы разрушили. Впрочем, самое крутое было вот здесь. Запасайтесь носовыми платками. ДНР – это антипод Украины. Донецкая Народная Республика воплощает с собой, наоборот, все самое лучшее и светлое. Они рушат, мы строим. Они рушат, мы строим. Видали строители? Это можно в папочку вечное откладывать и каждую неделю свеженьким перекрывать. Вот так, например, строители защитили от бендеровцев фермерское хозяйство в Тоненьком. Это поселок недалеко от Авдеевки. Донецкая Народная Республика воплощает с собой, наоборот, все самое лучшее и светлое. Они рушат, мы строим. Убили животных, убили охранника, оставили людей без работы. Да уж, строители просто от бога. С другой стороны, какое дело гостям из Запоребрика до жителей Донбасса? Они уже даже шевроны не снимают. Мол, да чего уж там скрывать? Приехал такой, красивый, на ротацию. Насыпал минометом от души, а вы хохлы потом разгребаете. Кстати, корректировка огня по тоненькому велась с беспилотника. Да не какого-нибудь там, а прикупленного в Израиле. Тут есть кошмарку Ваня, Израиль, Аэроспейс. Россия продолжит сборку израильских беспилотников еще до 10 лет. Как сообщает издание, ранее Москва закупила 10 аппаратов производства Израиль Аэроспейс Индастрис. Как говорится, это вам не орланы духовные, но даже такие птички успешно сбиваются специальными службами. Вот, например, как раз израильская покупочка и превратилась в горку ненужного металла. В свете этого предлагаем Эрнестушке Макаренко забомбить закон об уголовной ответственности за каждую сбитую птичку. Ну а пока этот продвинутый политик радует нас вот такими инициативами. Предлагаю законопроект, который обеспечивает уголовное заключение за публичное уничижительное использование слова «Раша» или «Рашка». Депутат Госдумы Рашкин и канал «Раша Тудей» замерли в ожидании. Ну а вообще, ничего нового. Читайте классику. Умом Россию не понять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова